Добрый вечер на канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухина и в начале выпуска коротко о главном. Цены на автобусные билеты пока не изменятся. Рассмотрение вопроса о стоимости проезда в городском транспорте отложено. Мы должны полностью отработать социальную составляющую, то есть вопрос защищенности всех слоев населения. К каждому огурцу индивидуальный подход. В Зареченской теплице заработала новая система полива. Теперь заработала. Пингвин вернулся. Вернулся обновленным и похорошевшим. Теперь в Заречном есть свой центр семейного отдыха. Так не хватало кафе для детей, негде были с ним посидеть. А сейчас мы сюда будем ходить. Далее об этих и других событиях подробнее, а в начале об официальном. Отмена единого социального проездного билета, меры социальной поддержки для некоторых категорий граждан. Эти и другие вопросы обсудили зареченские депутаты. Сегодня состоялась очередная сессия городского собрания представителей. Последняя в этом году. Слово Ольги Савкиной. В начале очередной сессии собрания представителей мэр Заречного Вячеслав Гладков обратился к депутатам с предложением перенести рассмотрение вопроса о стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Пенсионская область отменила единый социальный проездной билет. Если предположить, что депутаты бы поддержали предложение, приняли в том виде, в котором есть, то основная нагрузка была, получается, переспределена как раз на наиболее незащищенные слои зареченцев, то есть на пенсионеров. Не решение этого вопроса в ближайшем будущем может привести к совсем тяжелым последствиям. С другой стороны, мы не можем принимать решение, рассмотрев этот вопрос только с одной стороны, с экономической плоскости. То есть мы должны полностью отработать социальную составляющую, то есть вопрос защищенности всех слоев населения. Депутаты единогласно поддержали предложение Вячеслава Гладкова. Рассмотрение вопроса отложено на месяц. Решением собрания представителей введены новые меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. В частности, для семей с детьми-инвалидами по речи и слуху, которые явно находятся в трудной жизненной ситуации. Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на проезд к специализированным коррекционным детским садам города Пензы в размере 2400 рублей и ежемесячной денежной выплаты на проезд в течение учебного года к специализированным коррекционным общебазовательным школам-интернатам города Пензы в размере 2800 рублей. Депутат Андрей Капустин предложил выделить средства на соцподдержку доноров, которые с этого года больше не получают компенсацию с федерального бюджета и не попадают под действие областной программы, в рамках которой донорам за кровосдачу выплачивается в среднем по 500 рублей. Если не продлить действие аналогичной мерой для зареченских доноров, а в этом году такая программа действовала на местном уровне, то для кровосдачи они, скорее всего, будут выбирать медучреждение Пензы. На год нам нужно необходим 500 тысяч рублей. С одной стороны, это, конечно, сумма большая, но с другой стороны, если посчитать, что мы потеряли наших доноров, они поедут сдавать кровь, а там, где в областную станцию переливания крови, то покупка крови для нашего учреждения обойдется для наших граждан в 2,5 миллиона рублей, то есть в 5 раз дороже. Два вопроса сессии касались главного финансового документа Заречного. Депутаты скорректировали его на текущий год и приняли бюджет на 2013 и плановый период 2014-2015 годов. На сессии были утверждены прогнозный план приватизации муниципального имущества и правила землепользования и застройки Заречного. Депутаты заслушали отчеты о выполнении работ по наказам избирателей и о деятельности комитета по физкультуре и спорту. Ольга Савкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Прокомментировать ход сегодняшней сессии, а также решение народных избранников мы попросили сегодня исполняющего обязанности главы города, председателя собрания представителей Заречного Александра Теслова. Александр Анатольевич, добрый вечер. Итак, Александр Анатольевич, как отнеслись депутаты к инициативе главы администрации города перенести рассмотрение столь важного вопроса, как проезд в городском транспорте, стоимость проезда в городском транспорте, перенести решение еще на месяц? Единодушно. Именно этот вопрос больше всего вызвал споров и на рабочей комиссии, и на рабочей сессии собраний представителей. И поэтому я считаю это очень правильное решение отложить его до января, чтобы дать возможность автотрансу администрации выработать совместно с собранием представителей наиболее оптимальный вариант по проезду наших граждан. Об этом и других решениях депутатов мы поговорим с Александром Анатольевичем в конце информационного блока нашей программы, так что не переключайтесь. Ну а мы продолжаем. В Зареченской теплице сегодня запущена новая система полива. Технологическое переоснащение в комбинате шло несколько месяцев. Зато теперь, благодаря инновационному подходу к выращиванию овощей, издержки значительно снижаются, а вот урожайность существенно увеличивается. Ксения Тризна с высокотехнологичных грядок. Провести собственный день рождения на рабочем месте не очень радостная перспектива. Но для директора тепличного комбината Юрия Агеева сегодняшний рабочий день стал подарком. Заработала инновационная система капельного полива. Тепличный комбинат давно нуждался в обновлении, в переходе на новый современный технологический уровень. Пришел человек, который просто взял и сделал за счет ресурсов комбината. И очень благодарен за то, что он своей последовательностью, своим упорством довел этот проект до конца. Система запущена, и насосы неустанно подают специальный раствор к матам из минеральной ваты. Они теперь заменили привычную землю. На самом деле растению не важно, во что пускать корни. Главное – это регулярное и сбалансированное питание. При прежней технологии мы распыляли воду вместе с удобрениями на всю эту теплицу. И что попало, что не попало растению. Зато теперь к каждому саженцу индивидуальный подход и отдельная капельница. При таком поливе урожайность повышается на 30%. А трудозатраты снижаются. Работникам теплицы больше не придется трудиться на земле. Осталось только привыкнуть к новому оборудованию. Ну, конечно. Много еще нам придется учиться, но будем надеяться, что у нас все будет хорошо. К завтрашнему дню маты как следует пропитаются минеральными веществами и будут готовы принять первую партию рассады. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Подарок к Новому году получили зареченские мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки. В городе открылся долгожданный центр семейного отдыха. На месте хорошо знакомого зареченцам кафе в Центральном парке вырос целый трехпалубный лайнер. Семь футов под кельем ему пожелала Елена Степкина. Теперь в Заречном есть место отдыха для всей семьи. В Центральном парке открылся центр семейного отдыха «Пингвин». Причем здесь созданы условия даже для тех, чей возраст пока измеряется только в месяцах. Есть специальное место, где можно покормить малыша и при необходимости переодеть. А для тех, кто уже давно сделал свои первые шаги – огромная игровая зона. Горки, лестницы, батуты, магнитные доски – всего и не перечислишь. Детского центра в Заречном ждали, и открывшийся новый «Пингвин» оправдал все ожидания. Ой, ну здорово, я прям вот обалдела. Как бы очень. Для нашего города очень как бы прям хорошо. Все очень красиво, очень ярко, герои все. У меня обыкновенные костюмы, все очень радостно. Замечательно, такая радость. Жалко, что вот она еще никак не войдет, но мне очень нравится. Так весело, так приятно. Так не хватало кафе для детей, негде было с ним посидеть. А сейчас мы сюда будем ходить. Родителям, пока их малыши изучают просторы корабля, тоже скучать не придется. Вторую половину зала на первом этаже занимает кафе. Здесь есть лакомства и для малышей, и для взрослых. Пицца, горячие блюда, мороженое, пирожные, шоколад и всевозможные напитки. Причем многое из ассортимента в Заречном можно отведать только здесь. Мне кажется, это определенный вызов зареченскому бизнесу, который говорит последние, наверное, лет 15, вот сколько я работаю, что детский бизнес, связанный с детскими товарами, с детскими услугами в город невозможен. Пришел пенсионский предприниматель, я надеюсь, что у него получится доказать, мягко скажем, несоответствие вот этого утверждения. Но, если честно, как родители очень рады. Конечно, очень хотелось бы, чтобы вот у этого проекта все получилось. Открытие Центра семейного отдыха отметили с размахом. Гостей развлекали аниматоры, фокусники, персонажи сказок. Выступления артистов завораживали. А как иначе, не каждый день можно примерить колпак из мыльных пузырей или оказаться внутри огромного шара. В конкурсах с удовольствием участвовали обычно тяжелые на подъем зареченцы. Но в преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка закружили в хороводе даже самых взрослых гостей. Не обошлось и без подарков. Сладости и фирменные футболки вручили всем юным посетителям. Не везде надо считать деньги прибыли. Потому что я вот рад, что в Заречном, мне нравится Заречном. Маленький, аккуратный городок. Я для детей думаю, будет они счастливы. Сегодня первый день нового время исчисления. Это знаменательная дата. Поэтому корабль этот, как Нуев ковчег, который вошел в свое первое плавание. Центр семейного отдыха – это весело, красиво, интересно и, что немаловажно, вполне доступно. Цены на все удовольствия порадуют родителей. Стоимость минуты в развлекательном комплексе – 3 рубля. Во сколько обойдется все путешествие, зависит от того, как долго малыш готов резвиться на палубе игрового корабля. А меню здесь составляется индивидуально для каждого посетителя. Все это и многое другое в новом «Пингвине» на старом месте. Еще летом в центре города была заброшенная стройка. За два месяца здесь, как по мгновению волшебной палочки, вырос центр семейного отдыха «Пингвин». И теперь он открыт для всех зареченцев. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Ну и что еще важно, новый «Пингвин» – это не только и даже не столько бизнес-проект. Это, скорее, первый крупный социально ориентированный центр семейного досуга. Здесь для молодых родителей и продвинутой молодежи свободный доступ в интернет по Wi-Fi. И, кроме того, все помещения, игровые зоны и кафе адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ну и еще о социальных проектах. Зареченских бизнесменов призывают участвовать в благотворительности вместе, сообща. Для этого в городе планируется создать фонд местных сообществ. Войдут в него не только предприниматели, но и работники городских предприятий, учреждений культуры, образования и спорта. Фонд должен стать своеобразной дискуссионной экспертной площадкой, где горожане смогут вместе решать общегородские проблемы. О создании фонда местных сообществ говорили сегодня в Зареченском бизнес-инкубаторе. Семинар провел Борис Цирульников, председатель партнерства фондов местных сообществ города Тольятти. По его мнению, подобный фонд в Заречном создать можно, тем более что активные и инициативные горожане сами ощущают необходимость вместе решать общегородские проблемы. И вот наше сегодняшнее присутствие по приглашению мэра города, именно рассказать, как это развивается сегодня на территории России, как это делается в городах Тольятти и Пензы, какие сегодня есть победы в этом, какие есть промахи, что нужно делать для того, чтобы в славном городе Заречном появился такой фонд. Мне кажется, сегодня у людей есть самое большое желание не слить город, а сделать город действительно лучше и сделать, чтобы город развивался, жил, чтобы было уже не 60 тысяч населения, а 100 тысяч населения, чтобы в городе были физики, чтобы в городе были химики. И мне кажется, что вот это желание, которое сегодня у людей, и те глаза горящие, которые сегодня здесь существуют, они делают огромный такой вектор того, что это все произойдет. Горящие глаза и желание сделать город лучше всего этого не занимать самым юным представителем Заречного. Один из них – школьник Леонид Клепов. На улицах города вскоре появятся придуманные им светильники. Юный изобретатель оснастил светодиодный уличный фонарь датчиком движения. Благодаря этому прибор стал значительно экономнее. Елена Степкина оценила проект. Уличный светильник, сделанный руками школьника. Участник экономической игры «Я» предприниматель Леонид Клепов готовится к представлению своего проекта. Лицеист решил уже сейчас реализовать идею по светодиодному освещению улиц Заречного. Идея пришла два года назад, еще когда наш город организовал первый наноград. К нам приезжал представитель маркетинговый директор компании «Аптаган» Антон Карасев. Именно он мне дал эту идею. Вот эта идея два года у меня зрела. Вот сейчас она приобретает такие уже настоящие, настоящую реализацию. Первый светодиодный фонарь уже собран. Воплотить свою идею в жизнь школьнику помогали сотрудники горэлектросети. Профессионалы по достоинству оценили проект юного физика. У светильника два режима работы. На полную мощность он разгорается при включении датчика движения, то есть когда в зоне освещения появляется человек или транспорт. Остальное время прибор работает в дежурном режиме. Такой светильник потребляет в шесть раз меньше электроэнергии, чем лампы Ильича. И он в три раза выгоднее обычного светодиодного фонаря. Мы сейчас делаем опытный образец. Можно сказать, что он у нас собран на коленке. Мы должны просто определить, реально будет ли этот светильник работать. Мы хотим произвести три-четыре светильника, установить их в определенном месте и посмотреть, как они работают. Если все это будет работать, вопрос об их производстве, ну, наверное, мы будем решать или с каким-то предприятием, ну, или, может быть, сами. Конечно, это маловероятно. Светильник обошелся в две тысячи рублей. В скором времени создадут еще два прибора и поставят их на улицах Заречного. После проведения полевых испытаний Леонид приступит к написанию практической части своего проекта. На финал десятиклассник планирует представить не только опытный образец и расчет экономии в теории, но и насколько реально выгодно его изобретение. А это серьезная заявка на победу в игре «Я предприниматель». Елена Степкина, Сергей Прутский, телерадиокомпания «Заречный». Ну и теперь юный изобретатель может с полным правом отмечать как профессиональный праздник День энергетика. По иронии судьбы, эта дата пришлась на день, следующий за широко разрекламированным концом света. Однако и до, и после 21 декабря в Заречном горели фонари, работали все предприятия, в домах было тепло и светло, а город сиял праздничным убранством. На следующий день, после окончания календаря мая, работники гор-электросети с улыбкой встретили новую эру, профессиональный праздник и свой собственный юбилей. Главный рубильник Заречного уже 40 лет под контролем сотрудников муниципального предприятия. И за все эти четыре десятилетия ни одной крупной аварии. Нет сомнений, что и очередной конец света, который наверняка придумают досужие журналисты, Зареченская гор-электросеть отметит при полной иллюминации. В первый день нового пяти тысячелетия, после конца света, очень рад, что первый праздник у тех, кто обеспечивает свет в наших дворах, на наших улицах. Поэтому с огромным уважением отношусь к этим людям, поздравляю их, их семьи, и хочу пожелать им мира, добра, света, любви, всего самого доброго. Зареченская хоккейная команда «Заречные бобры» вернулась с победой из Казани. В столице Татарстана в минувшие выходные прошел первый турнир по хоккею с шайбой среди специальных подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России. Соревнования посвящались Дню спасателей, который будет отмечаться 27 декабря. «Заречные бобры» не оставили никаких шансов казанской команде «Огнеборец», обыграв хозяев турнира со счетом 11-2. Команда из «Сарова Искра» не пожелала сдаваться без боя, но и она уступила нашим спортсменам со счетом 6-7. В итоге «Заречные бобры» на первом месте. Лучшими игроками турнира также стали «Зареченцы» – нападающий Дмитрий Чекашов и защитник Александр Сарафанкин. Свой вклад в победу нашей команды внесли и болельщики, сопровождавшие и активно поддерживавшие «Зареченских бобров» во время игр турниров. Ну и совсем скоро мы вновь вернемся к беседе с нашим гостем, с исполняющим обязанности главы города и председателем собрания представителей. Мы обсудим те решения, которые сегодня на последнем уходящем году сессии приняли народные избранники «Заречного». Так что не переключайтесь, реклама закончится быстро. Колбасные изделия «Суворовский продукт» с зеленым листком – специально для тех, кто заботится о своем здоровье, кто ценит качество и вкус. У меня идеальная работа. Работай, когда хочу и сколько хочу. Ни перед кем не отчитываюсь. Такси «Гост» приглашает водителей с личным автомобилем. Свободный график, работа без рации и без отчета. Телефон 656565. Мечта, а не работа. Салон «Обуви Гламур» поздравляет всех с наступающим Новым Годом и приглашает за покупками. На зимнюю коллекцию скидка до 50%. Адреса салонов. Город Заречный, улица Строителей 11А, торговый центр «Рябинушка». Город Пензар, улица Суворова 92, ярмарка Красной Холмы. Проспект Строителей 48, салон «Обуви Гламур». Очень часто в жизни случается, что в «Юсте» мечты сбываются. Мир мечты, в «Юсте» ты. Новый Год. Время дарить подарки. Специальное предложение по ноутбукам «Самсунг» от магазина электроники «Прай». Удобный, практичный, высокопроизводительный ультрабук на базе процессора Intel Core в легком, тонком и прочном корпусе. С ультрабольшим диском объемом 1 терабайт и быстрым SSD-накопителем. Идеален для работы и игр. Всего за 25 990 рублей. Компьютеры можно приобрести в расстрочку на 6 месяцев без переплаты. Город Заречный, торговый центр «Соломка», 3 этаж. В Новый Год мы все строим планы. Бухгалтер строит планы счетов. Юрист – план судебной защиты. Кадровик – работу с персоналом. Директор – план расширения рынка. Пусть все ваши планы поддерживаются и воплощаются. С Новым Годом и новыми планами вместе с «Консультант Плюс». «Консультант Плюс» – надежная правовая поддержка. Телерадиокомпания «Заречный» раздает новогодние подарки. Каждый участник акции «Подключайся» участвует в розыгрыше ценных призов. Подключения к базовому пакету бесплатные. Торопитесь. Подключитесь до 28 декабря и участвуйте в розыгрыше. Сделайте себе подарок к Новому Году. Подробности по телефону 60 13 19. Весело, весело встретим Новый Год. Итак, мы вновь возвращаемся в студию прямого эфира. Я напомню, что сегодня прокомментировать и обсудить те решения, которые на своей последней в уходящем году сессии приняли народные избранники Заречного, мы пригласили к нам в студию исполняющего обязанности главы города Заречного, председателя собрания представителей Александра Анатольевича Теслова. Еще раз добрый вечер, Александр Анатольевич. Добрый вечер, уважаемые зареченцы. Еще раз добрый вечер, Светлана. Итак, Александр Анатольевич, давайте, чтобы мы уже тоже завершили эту тему, по поводу стоимости проезда в городском автотранспорте. На какой срок отложили депутаты рассмотрения этого вопроса? Давайте еще раз напомним, что за этот период предстоит сделать. Ну, во-первых, прежде всего хотелось бы отметить, что у нас не было повышения проезда в нашем автотранспорте 4 года. И автотранспорту, конечно, очень бы надо было, то, что муниципальному предприятию, для того, чтобы обновлять свой парк, а у них на 90% изношенные автобусы, как-то повышать проезд. Это при том, что цена запчастей и горюче-смазочных материалов постоянно растет? Так, вот рыночная цена, никуда мы этого не денемся. То есть вот от этого решения, как бы оно ни было неприятно и болезненно, мы все равно не уйдем? Мы не уйдем, но дело в том, что мы не ожидали, что область примет вот это вот решение по поводу федеральных и региональных льготников, по поводу отмены единого билета проездного. То есть получается, что и вкупе вот с нашим решением, с повышением цены, это еще больше ударит, тем более, причем по особенно незащищенным. На весах, конечно, было два. То, что это автотранс, то, что с реальной необходимостью постоянно перевозить наших жителей не только по городу, но и из города, в Пензу, многие жители там работают. И вторая на весах, это то, что наше население, для которых может оказаться это неприподъемное повышение, на фоне того, что отменили социальные проездные билеты, мы решили взвесить все, проконсультироваться еще раз и с ветеранскими организациями, и с автотрансом, взвесить себя за и прочее, чтобы принять наиболее оптимальное решение. То есть торопиться в этом вопросе нельзя. И мы этому вернемся только в январе. И буквально вот сейчас, пока мы с вами в студии сидели, звонила женщина, спрашивала, как они будут ездить в автобусах по городу. Если в Пензе 14 рублей у нас проездной билет, и социальная карта позволяет жителю 40 поездок по 8 рублей сделать, то мы для всех жителей оставим 8 рублей. Вот на этот период, пока мы вырабатываем правильное решение, мы оставляем цену прежнюю 8 рублей. Ведь тут нужно учесть еще то, что в основном общественным транспортом пользуются как раз самые социально незащищенные слои. Да, именно так и есть. Потому что это прежде всего то, что пожилые люди, это ветераны наши, это наши детишки, в конце концов, которые ездят от дома к школе. И поэтому, исходя из этого, мы и приняли такое решение отложить на месяц. Какие еще решения, которые направлены именно на защиту самых социально незащищенных категорий граждан, жителей Заречного, были приняты еще сегодня? Сегодня, я считаю, что принято два решения, касающие отдельной категории граждан, которые требуют социальной поддержки. Это наших детей-инвалидов, которые мы возим в Пензу. Их не очень много, но тем не менее, это в детские сады и в школы. Вот по ним принято решение, что мы компенсируем им проезд на каждую семью, там, 2400 и 2800, для того, чтобы родителям хоть как-то помочь в этом плане. И в дальнейшем мы планируем, возможно, нам область передаст специальные автобусы, и, возможно, мы это сделаем как-то более организованно. Второе очень правильное решение, мы на первый квартал продлеваем поддержку доноров. Мужественные люди, которые своим здоровьем, своей кровью буквально спасают людям жизнь. И поэтому, ну вот, все, что можем, мы должны стараться делать, чтобы у нас вот эта система, которая стабильная, работающая, она работала, чтобы у людей остался мотив. Хотя, в основном, конечно, те деньги, которые они получают, наверное, это не тот мотив, но они, мне кажется, социально ответственны сами по себе. Ну, просто надо поддержать, чем можем. Такое решение принято. То есть на будущий год у наших зареченских доноров остаются все выплаты, которые были? На первый квартал пока сохранили, а дальше потом вернемся, мы же много раз к этому возвращаться будем. Задержек не будет, как в прошедшем, в уходящем году. Пока трудно сказать. Будет ответить, что нет. Александр Анатольевич, финал года – это всегда повод для того, чтобы подводить некие итоги. Я знаю, что сегодня на сессии тоже итоги подводились, в частности, итоги работы депутатов по наказам избирателей. Вот давайте немножечко об этой работе. Что получилось, что нет в уходящем году? Ну, прежде всего, работа депутата, она стоит из двух больших частей. Первая часть – это работа с своими избирателями, с теми проблемами, которые они сами не могут решить, и которые касаются группы уже твоих избирателей, вот в конкретном доме, там, дворе, на улице. И вторая часть работы, большая – это именно в собрании представителей. Это при принятии вопроса, о котором мы говорим, при принятии бюджета. И поэтому сегодня так получилось, что на этой сессии было и то, и другое. Один вопрос, о котором вы задавали, – это отчет о выполнении наказов избирателей. В чем, в общем-то, эта работа стоит? Дело в том, что мы от своих избирателей собираем наиболее важные для них вопросы, которые для них наиболее важны в конкретном доме, дворе, улице. И мы этот вопрос оптимизируем и вставим свои наказы для того, чтобы в рамках одного года их решить. И сегодня, как раз, был отчет, это уже у нас два года подряд такая ведется работа, много сделано. Вот по этим наказам суть-то в чем? Дело в том, что у СКХ, у них так много проблем, у городских служб, что они иной раз не видят, у них нет такого контакта, как у нас с своими избирателями, и они иной раз не видят, некоторые, может быть, мелкие для них, кажется, вопросы, или какие-то незначительные, им кажется, от людей это важно. И поэтому два года мы работаем, многое сделано в этом плане. И самое главное, у нас есть понимание и желание это делать вместе. И собрание представителей администрации мы сообщаем, сделаем. Сегодня было принято очень важное решение по поводу наказов. Оно касается очень многих дворов наших домов, это игровые формы. Наш город, он выгодно отличается в этом плане. То, что действительно, нашим детишкам ездили, где поиграть, мамам, наверное, это очень удобно, и это правильно. Но, тем не менее, еще есть дворы, где пока этих форм нет. И вот у нас получилось так, что в прошлом, вот в этом году у нас не получилось реализовать эти наказы. Не получилось реализовать из-за того, что очередь на вот эти качественные, оптимальные по стоимости, по комплектации, игровые комплексы питерские, они очень большие. И мы просто не смогли попасть в эту очередь. В следующем-то году попадем? Попадем, потому что администрация, глава администрации сделал все возможное, чтобы именно к этому времени мы, и он сегодня продемонстрировал, что все добились, договор заключен. И игровые формы будут. 1 мая, обещает те формы, которые запланированы, они будут устанавливаться. Спасибо огромное, Александр Анатольевич. К сожалению, у нас очень мало времени в эфире. Я благодарю вас и благодарю вас, уважаемые телезрители, за внимание. Всего доброго и до встречи на родном канале «Заречный». Одежда ведущей предоставлена магазином «Сержинетти», улица Ленина, 58А, рядом с КП «Улик». Дорогие земляки, компания «Ремстрой» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам радости в ваших домах и в ваших сердцах. Компания «Ремстрой». Телефон 232-232. Курс валют в банке «Восточный экспресс». Американский доллар. Покупка 30 рублей 35 копеек. Продажа 31 рубль 35 копеек. Евро. Покупка 40 рублей 5 копеек. Продажа 41 рубль 25 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова